Всем привет, ребята! С вами Валя Карнавал и сегодня я расскажу вам про свою бьюти-рутину и про свой повседневный макияж. На самом деле, сейчас забывается моя мечта детства. Мне кажется, каждая девчонка, когда мама уходила на работу, брала косметику мамы, становилась перед зеркалом и начинала вести прямой репортаж о том, как же все-таки правильно краситься. И вот сегодня, спустя 19 лет, я стою здесь и я буду рассказывать вам про свой повседневный мейкап. Итак, погнали! Каждое утро я ухаживаю за своей кожей, потому что постоянные съемки, перелеты, какие-то поездки очень сильно сказываются на моей коже. Появляются какие-то высыпания, маленькие прыщички. Даже вчера вечером, когда я красилась, я сижу и думаю, блин, как же все-таки прекрасно, что сегодня я буду здесь краситься и у меня нет ни одного высыпания. И что вы думаете? По закону полости, естественно, у меня вылез прыщ. Но ничего, сегодня мы от него избавимся. Первое, что я делаю, я просто умываюсь и следом наношу на свое лицо тоник. Этот тоник выравнивает pH кожи. Этот тоник мне очень нравится, потому что он пахнет очень-очень-очень приятно. И после него очень хорошо чувствует себя кожа моя. Я это тоже чувствую. Следующее, что я использую, это патчи. Как-то раз я, наверное, была на первом курсе. Я пришла очень замученная на учебу, потому что каждую ночь я работала на квесте актрисой. И у меня работа начинала с 6 вечера и могла заканчиваться в 4 утра. Естественно, я не высыпалась. Просыпалась в колледж я в 7 утра. У меня были вот такие огромные-огромные мешки, как у панточки под глазами. Я преподаватель мне сказала, что у меня слишком большие темные круги под глазами, и почему это я вообще не сплю? Меня это тогда так задело. И это было то время, когда я начала пользоваться консилером. Но шли годы, и я узнала, что существуют патчи под глаза, и лицо становится сразу таким свеженьким. И даже если я спала 30 минут, об этом уже почти никто не узнает. Я уже чувствую, какой он на себе, я без гляд. Каждый мой макияж начинается с того, что я обильно увлажняю свою кожу с помощью любого увлажняющего крема. И также я всегда добавляю пару капель масла. Кстати, очень удобный крем, потому что стоит только надавить. И несколько капель масла, и моя кожа будет потрясающая. На просторах тиктоков все чаще и чаще я вижу, как девушки, когда наносят увлажняющий крем, делают еще при этом массаж лица. И, о, черт, я начала делать то же самое. Не знаю, помогает это или нет, но самоунушение у меня работает очень хорошо. Я сразу начинаю чувствовать, как мое лицо в тонусе. Я делаю вот такие движения, и крем впитывается так намного-много быстрее. И обычно после того, как я нанесла крем, я сразу же наношу тональную основу. Но сегодня я впервые попробую дермологику. Это основа под макияж. Я никогда раньше не пользовалась основами под макияж. Очень интересно, как она себя поведет. И сейчас мы все честно проверим. По ощущениям она мне напоминает основу под тень. Базу под тень, такая же бархатистая. Пахнет она тоже очень приятным. Мне кажется, она уже перекрывает какие-то недочеты на моем лице. Супер! Она впиталась просто моментально. Если мой тональник придерживается до конца дня, то это будет все. Моим маст хэвом. Ни один тональник не подходит моему лицу прям абсолютно. Он всегда либо темнее, либо светлее. И я нашла для себя решение. Я беру тональную основу и затемняю ее тинтом. Тональник у меня The Cool For School. Я его очень люблю. Хорошо перекрывает все то, что мне не нравится на моем лице. Буквально чуть-чуть, маленькую капельку, чтобы тон стал подходящим. Размешиваю я это прям на руке. Извините, не бейте меня. Из-за того, что я нанесла базу под макияж, тональник уже лежит плотно. Потом я беру спонжик. Я не знаю, это какая-то магия. Серьезно, я никогда не пользовалась базой под макияж, но я уже вижу, что тональник лежит абсолютно по-другому. Даже мой прыщ! Вы понимаете, я не закрывала его еще консилером, но его уже нет. Так, мне нравится. Я ставлю лайк. Я наношу консилер на Т-зону и под глаза. Оставляю его на некоторое время и сразу же приступаю к контуру. И контур у меня от NYX. Он в стике и это очень удобно. Никогда не забываю про вот эту зону, потому что камера чаще всего съедает. И на самом деле камера прибавляет много килограмм, которых у тебя нет. Так что, девочки, если вы смотрите на себя на видео и кажете себе полненькими, не верьте. Не верьте, потому что на самом деле это не так. Камера, правда, очень сильно прибавляет вес. Когда я заканчиваю с контуром, я возвращаюсь к своему консилеру, потому что за это время он 100% уже впитался там, где ему надо. Следующим делом я контурирую свой нос. Когда я пересматриваю с собой шоу, какие-нибудь передачи, я смотрю. Если у меня плохо законтурирован нос, у меня лицо как будто бы блинчик. И поэтому лучше уж перестраховаться немножко и сделать себе такой вот носик. Ввожу под бровь. Дальше я немного прибиваю это спонжиком, на котором есть тональник, чтобы это смотрелось более естественно. И следующим делом я добавляю немного консилера на спинку носа. Обычно я наносила консилер просто полоской, но недавно я узнала, что можно нанести маленьким таким треугольничком, и тогда твой нос будет еще уже. И это правда работает. Либо я опять занимаюсь самовнушением. Опять-таки немного тушую. Тут уже можно пальчиками. Не знаю, заметили ли вы изменения, но для меня этот треугольничек делает просто колоссальные изменения. После того, когда я проконтурировала свое лицо, когда я нанесла полностью консилер, полностью тон, я сразу же закрепляю фиксатором. Так, как-то что ли правильней? Даю высохнуть. Для меня такие штуки, вот допустим, как база под макияж или фиксатор были типа, зачем тратить на это деньги? Ты просто можешь накраситься и аккуратно ходить, и ничего у тебя сползать не будет. Угу, думала так я. Но на самом деле фиксатор это очень важная вещь, особенно летом, когда солнце палит просто с неистовой силой. Фиксатор очень сильно спасает. Не спрашивайте меня, зачем я это делаю, и не осуждайте меня. Но перед тем, как наносить тени на глаза, я всегда под глаза наношу себе пудру белую. Без понятия, откуда у меня эта привычка, но мне кажется, что так правильно. Не осуждайте меня. Я просто сумасшедшая фанатка палеток, у меня где-то штук 40 палеток, естественно, которыми я не успеваю пользоваться. Но пользуюсь чаще всего я вот этой палеточкой, вот этой малышкой Lime Crime. Тут есть все самые нужные оттенки для меня. Меня не учила краситься мама, и я никогда не красилась в школу, практически никогда. И знаете, на самом деле мне повезло, потому что все мои одноклассницы успели перещипать свои брови до вот таких вот маленьких ниточек. Я этого не сделала, потому что мне просто было лень. Когда я затемнила нижнее веко, я беру чуть ли не самый темный оттенок в палетке и затемняю нижний уголок глаза. И также я затемняю совсем чуть-чуть вот здесь. И немного тушую вот этим же оттенком. Дальше, когда я сделала такую манипуляцию со своими глазами, я беру черный карандаш. К сожалению, я не знаю марки этого карандаша, потому что этот карандаш мне дала моя мама. Мам, этот карандаш самый лучший. Если ты сейчас смотришь это, я тебя очень люблю. Я, наверное, буду рисовать вот в это зеркало, потому что зрение у меня очень не очень. То есть нижний угол глаза и также чуть-чуть верхний. И этот лайфхак заменяет мне стрелки, потому что, повторяюсь, крашусь я постоянно где-то в машине, в поезде, я не знаю, в самолете, где угодно. И чаще всего рисовать стрелки это не самое подходящее место. И этот лайфхак меня всегда спасает. Тушь Vivienne Sabo – это лучшая тушь. Это лучшая тушь моей жизни. У нее идеальная кисточка. Она прокрашивает каждую мою ресничку. Не могу нарадоваться этой тушей. Ладно, я пыталась быть нормальной, но, увы. Я не знаю, зачем мы так делаем. Всегда прохожусь по два раза. Мне кажется, когда красишь ресницы в два слоя, то они становятся самые идеальные. Осталась самая моя любимая часть. На самом деле, я просто обожаю укладывать брови. Волоски у меня очень сильно тяжелые у бровей. И никакой гель для бровей их не держит. Ну, максимум 20 минут. И лайфхак, который я нашла – это мыло для бровей. Это просто самое лучшее, что я находилась за последнее время. Абсолютно рандомное мыло для бровей. Мне кажется, все мыло для бровей выполняет одну и ту же функцию. Я беру фиксатор для макияжа. Пшикаю. У меня есть вот такая вот кисточка. Я набираю прям много мыла. Наношу на брови. И далее я беру другую кисточку и уже укладываю брови чистой, так скажем. Далее я приклаживаю брови пальцем, чтобы они прилипли. Мне нравится эффект каждого вот такого отдельного волоска. Может, кому-то это не нравится, но мои брови держатся так абсолютно целый день. И я вообще не переживаю, что они куда-то сползут, уедут. Ни один мой повседневный макияж не обходится без румян. У меня вот такие. Диор. Это самые лучшие румяны. Они такого персикового цвета, очень нежного. Самая нашумевшая, наверное, палетка хайлайтеров – это Диор. И из всей этой палетки, на самом деле, я пользуюсь только белым, и то в некоторых случаях, и вот таким вот золотым. И вот такой вот маленькой кисточкой я прорисовываю себе носик. И уже выглядит совершенно по-другому. Абсолютно. Вот так тушую, чтобы было естественней. И, конечно же, вот сюда на спинку носа. Также помните, как я наносила треугольником консилер? Я не наношу на весь нос, только на вот эту часть переносица, потому что так носик выглядит аккуратнее и милее. Также я всегда добавляю в уголок глаза хайлайтер. И это действительно работает, потому что, посмотрите, взгляд сразу становится свежее. Также подбровь и также кисточкой веер я совсем чуть-чуть наношу вот сюда. Проблема хайлайтера в этом месте, это то, что когда ты берешь телефон, тебе кто-то звонит. Алло. И у тебя весь экран в блестках. Поэтому я добавляю совершенно чуть-чуть. Карандаш для губ. Vivienne Sabo. Я затемняю совсем чуть-чуть уголки губ и немного контура. Не люблю по всем губам карандаш, потому что у меня губы и так очень сухие, а любой карандаш делает их еще суше, мне кажется. Я добавляю в центр губ немного красного оттенка. Получается, как это модно называется, эффект зацелованных губ. И уже растушевываю пальцем. Буквально через 5 минут красный оттенок станет более таким розоватым и будет то, что надо. Последнее, что я добавляю, это какой-нибудь вообще обычный рандомный блеск для губ, потому что губы у меня очень сильно сухие. И что бы я ни делала, они всегда остаются сухими. Такая вот уж моя участь. И в течение дня я уже никогда практически не подкрашиваю губы карандашом, а просто пользуюсь каким-нибудь блеском. И все. Ну а на этом мой повседневный макияж закончен. Спасибо большое, что оставались со мной. С вами была я, Валя Карнавал. Хорошего всем дня. Люблю, целую и обнимаю.